Еще раз добрый вечер. Технические моменты, вы же сами понимаете, бывает, тем более в гены. В гене вообще бывает все. Итак, этот эфир посвящен некому обобщению того, что произошло сегодня за день, некий отчет, плюс направление для исследования и для ваших изысканий размышлений. Итак, сегодня был выход в город. Сегодня произошла уже часть взлома самой системы гены. Об этом мы говорить сейчас не будем. Об этом, возможно, мы на днях поговорим. Тогда он предоставит уже с фактами, с доказательствами, с таким объемом, чтобы, знаете, без сомнений все было. Поэтому есть очень интересные диполты, касательно того города, где мы находимся. Но это мы под чертой оставим. И вы помните, был сегодня прямой эфир. Он был посвящен связи БК Садомата с криминальной традицией. Эфир очень интересный, неоднозначный для людей, которые, может быть, впервые вообще слышали об этих вещах. И коротко, лаконично мы напомним, к чему мы пришли в ходе этого эфира и, так сказать, обобщим. Есть куда развернуть все то, что было озвучено сегодня. Итак, сегодня Олег Викторович показал на основе фактов, исторических фактов, цитат Каса, собственных исследований, которые проводились более 20 лет, у личности Каса Дамата, что Кас Дамата имела непосредственное обращение к криминальной традиции. Это факт номер один. Факт номер два, который был озвучен в ходе эфира, то, что он, по сути, был руководителем достаточно сильной организованной структуры. Мы говорим, что эта структура имеет отношение к криминальной традиции. Мы не анализируем, какие преступления были совершены или не были совершены. То есть мы не занимаемся расследованием этой части. Но факты указывают на то, что это был непростой человек. Мягко говоря. То есть номер один, то, что мы бросим на доску. Это Кас имеет отношение к криминальной традиции. Ну и так как это представители Юга Италии, то мы имеем дело с итальянской криминальной традицией, безусловно. Второе. Кас был не один, существовала структура. Иксовая пока что. И Кас был руководителем этой структуры. Пересматривайте эфиры, убеждайтесь многократно, проверяйте. То есть мы не говорим, что верьте нам. То есть берите книги, пересматривайте эфиры, берите, работайте с историей. Сразу же, знаете, как есть вот такие истерики, которые говорят, что это не за что, это все выдумки и так далее, и тому подобное. Ну давайте мы посмотрим спокойно, без эмоций, на то, давайте на 90-е посмотрим. Вот если кому-то кажется, что бокс и криминал, эти вещи не могут быть связаны ни при каких обстоятельствах, то вот нашу недавнюю историю посмотрим. В 90-е годы, вспомните, пожалуйста, сколько представителей криминала вышли из спортивного зала, боксерских в том числе. Противостояние спортсменов и криминала. Спортсменов, которые были частью криминала. Здесь больше даже, то есть Олег Викторович, вы помните, первая технология Олег Викторовича была в СОО, она была посвящена как раз работе. То есть была проблематика связана с нервными убийствами и, безусловно, Олег Викторович воочию видел все, что происходило. То есть я здесь вам задам вопрос, так ли это, вот с точки зрения спортсменов и криминалов, насколько эти вещи связаны или не связаны? Прямо связаны. В 90-е годы уподобляющее большинство людей, занимающихся криминалом, были спортсмены. То есть разные спортсмены, в том числе и боксеры. То есть понятно, что преаволирующими были те, кто занимались единоборствами. То есть это санба, дзюдо, борьба вольная, классическая и так далее. То есть люди, связанные с единоборством. Боксеры были очень такой знатной кастой среди этих товарищей. Если взять пример, посмотрите, пожалуйста, в том же Севастополе был тренер чемпиона мира по боксу. Был одновременно и офицером военно-морского флота, полковником медицинской службы. Одновременно был тренером чемпиона мира по боксу и одновременно был главой преступной группировки. То есть вот видите, это не является каким-то парадоксом или аномалией. Поэтому истерить не стоит. Более того, даже в сегодняшнее в наше время ничто не меняется. И если вы внимательно изучите страны СНГ, тех людей, которые имеют отношение к федерациям боксерским, то и внимательно посмотрите на их вторую сторону жизни, неофициально. И вы при желании очень быстро найдете связь. Некую, да. Некую связь, да. Не во всех странах, не все люди, но то, что это имеет... Это часто бывает. А если это касается Юга Италии, то вообще никак невозможно. Да. Поэтому это, видите, как бы мы сейчас смотрим, насколько это аномально. Да, тот вывод, к которому пришел Олег Викторович, не аномально. Вот на этом примере 100% не аномально. Значит, давайте посмотрим просто на Америку. Давайте посмотрим на все федерации и международные боксерские ассоциации. Это очень большие и сильные структуры. И если сегодня они, может быть, не стреляют явно друг в друга, то вы вспомните, что это когда-то зарождалось. То есть это миллиарды денег, долларов сегодня. Тогда это были миллионы, но те миллионы в 20 веке равно миллиардам, условно говоря, при пересчете на сегодняшний день. И поэтому, безусловно, среди них... Посмотрите, я за сегодня только нашел пять примеров убийств первых лиц этих ассоциаций. Это первые 50 лет 20 века. То есть то, что стреляли и убивали им, это борьба за вазе за деньги, тоже никаких сомнений не вызывает. Если вот это вызывает сомнение, что южный итальянец может решать эти вопросы в США, но давайте даже не будем идти далеко, вспомните вот этого не мифического, не выдуманного, по сути, этого Вита Корлеона. Вспомните, как он решал задачи в крестном отце. Он решал задачу с кинокомпанией. Способ решения задачи был очень прост. Вы помните, да? Отрезанная голова лошади, никто никого не убивал, но человек, который должен был сыграть в кинофильме, он сыграл в кинофильме. Одно простое действие, разговор консильер с представителем кинокомпании задачи был решен. То есть история нам показывает, что тот вывод, к которому пришел сегодня Олег Викторович, показал нам, на каких основаниях он сделал эти выводы, он не является аномальным, он не является парадоксальным, это жизнь. И поэтому мы должны на нее смотреть во всех красках и во всех проявлениях, а не только с точки зрения ринга и того, что происходит на нем. Далее давайте посмотрим на вопрос вот этой иксовой структуры. Итак, КАС, он вышел из семи итальянцев, этого ни у кого не вызывает сомнений. Что это может быть за структура? И откуда она может быть? То есть вы помните, да? Как бы КАС это человек, чья семья вышла с юга Италии, это Акулия, да? Мы имеем дело с США, когда мы видим про КАСа дома. Если здесь возник криминал, и он имеет некие итальянские корни, давайте посмотрим, в Италии всего три структуры известные. С этим никто не спорит вообще. Это мафия, Дрангета и КАМОРа. В ходе исследований Рябитрович, мы вместе пришли к выводу, что КАМОРа бывают еще и две оказывается. То есть неаполитанская, уличная бандитская КАМОРа, да? И хорошая КАМОРа, которая склоняется к почитанию рыцарской традиции. Это касается больше правой стороны Сицилии. Все, больше другого вида криминала в Италии просто не существует. Все остальное это некие формы вот этих трех основных китов. И так было не всегда в Италии, так было не всегда. Но в настоящий момент времени это так. Потому что в Италии был период, когда вся Италия была криминальная. Вся Италия была криминальная. Были разные от були, то есть в Болонии как бы маловиток и так далее. Были разные структуры, в каждой части Италии была своя маловиток. Но самая знаменитая на весь мир, маловиток как бы, это южно-итальянская. Да, то есть почему? Потому что она самая известная, что ли. При этом важно понимать, все из десяти программ показали, что геометрия, структура и принципы построения этих трех организаций не разнятся. В детали можете посмотреть кое-какие вещи мы сегодня выпишем в датске. Поэтому первый вопрос, который мы себе задаем, а чем же тогда это могло быть? И мы достаточно быстро можем прийти к определенному выводу. То есть из этих трех структур только у одной структуры существует механизм горизонтального тиражирования, распространения. Ну, дрампы-то только. То есть зрительно как бы. Да. Мафия, она не работает таким способом. Да, то есть... Как корабль, его размножать нельзя. То есть вы должны понимать, что когда вы говорите вот это слово, вот это слово, коза ностра, вы сюда можете включать любое из этих трех явлений, которые мы сейчас описали. То есть это обобщение. Вот и все. Мало того, это кличка даже у нас поможет. Да. То есть вы помните, когда задавали вопрос, они отвечали, это наши дела и наша забота. Поэтому это по сути, ну, американцы так назвали эту структуру, а не она так называется на Сицилии, в Калабрии, Макурии и на правой стороне Сицилии. Поэтому мы вот это слово использовать не будем. Во-первых, оно совершенно молодое. То есть оно... Тридцатых годов. Да. Тридцатых годов. А официально оно зазвучало в семидесятых, как раз в восьмидесятых, когда начали допрашивать первых расколовшихся представителей криминала итальянского. Да. Но мы его использовать не будем. Поэтому единственная структура, которая имеет механизм горизонтального распространения, там Дрангет. Давайте посмотрим, что как бы известно про эту вещь. Да. То есть, что известно, мы знаем. Папа Римский приезжает в Калабрию в 2014 году, почему-то именно в Калабрию, и говорит, что всю Дрангету мы отключаем от казарической церкви, да. То есть, мы имеем дело якобы с Калабрией. Да. Это, наверное, Кулия и Калабрия, как бы. То есть, Дрангета сегодня и в Генуе располагается. Да. Более того, как бы. Даже в Кулине. Со человеком. Ага. Вот, кстати, нашего уважаемого профессора сын. В общем, как я сейчас говорил, арестовывал тамплиеров неких. Он говорит, мы тамплиеры, мы в прокуратуру приедем и разберемся. Какие-то тамплиеры. Он нравится. Они скрываются под завесой неких мифических орденов тамплиерских. Такая ситуация, мне как раз профессор в качестве шутки рассказал такую уведу. Он говорит, у меня сын прокурор на определенной территории. Он говорит, недавно таких тамплиеров задерживал. Мы про тамплиеров с ними разговаривали, про Италию. Он говорит, у меня тамплиеров задерживал. Мы тамплиеры, мы хорошие. Он говорит, мы прокуратуру приедем и разберемся. Какие-то хорошие. Не тешьте себе надеждой, что она живет в Калабрии, на Большой Литве. А в Апурии и Калабрии это соседи. Более того, есть задокументированное интервью Олега Викторовича с профессором Антонием Мерендони. И для того, чтобы его продемонстрировать, нам придется несколько поработать с картой Италии. Вы помните, это некий сапог. Я его условно изображу. Потому что каблук этого сапога, это и есть регион под названием Акулия. А вот здесь, условно, находится Калабрия. И вот интересно, во время интервью с профессором Мерендони, Олег Викторович задавал вопрос, а как же у вас здесь обстоят дела с этой криминальной частью? С частью под названием Дрангета. И Мерендони прямо говорит, потому что, честно говоря, Камора есть, а вот Дрангета, он как бы… Не особо, да. Да, не особо. И он прямо указывает при этом, откуда начался, по его мнению, а это профессор Боломского университета. То есть это не чьи-то выдумки. Ну, у нас вообще-то есть несколько профессоров, с которыми мы сотрудничаем. Очень хорошо, как вы понимаете, разбирается Максима Интровиния. То есть, из-за того, что Дрангета – организация религиозная, это социология великий, и он достаточно много знает об этом во всем. Но, вот обратите внимание, что, так сказать, профессор Интровиния хорошо осведомлен о существовании Дрангеты. А он профессор Мерендони не сильно, когда много лет оружеведением занимается, исследует традиционные итальянские, вроде как, фехтования, военную традицию. У него специализация военная именно традиция. Не криминальная, а военная. У него не криминальная, а военная. Потом мы с ним ввели диалог. И в программе, которую можно посмотреть, в особом доступе, мы пришли к выводу, достаточных факторов и оснований, что истоком Дрангета является Камора. Ну, естественно. Да. А Мерендони, в свою очередь, говорит, с чего началась Камора. И началась она с некого города Таранта. Таранта, она находится не в Калабрии, а находится именно вот здесь, в Апулии. Город Таранта, можете посмотреть. Это портовый город, поэтому, безусловно, здесь было не грустно еще два-три века назад, мягко говоря. Вот. Бриндизи находится вот здесь. Здесь все истерики были? Да. Всю жизнь в Италии. Вот в этом месте были все идеи. Бриндизи, Неаполь, в ту сторону. Здесь восстание типа Спартака было. Здесь вся истерия Италии сосредоточена на одном месте. Чтобы все понимали, вот здесь, чуть-чуть выше, то есть севернее, находится город, который является столицей, сегодняшней столицей. Столицей город Бари называется. А вот здесь, на расстоянии буквально двадцати километров от Бари, находится город Тарита, где проживала семья Даманта. Да. То есть, смотрите, профессор Мириндони прямо говорит, криминал, вот этот криминал, линия Каморы, начиналась с Таранта, то есть начиналась с Апулии. Соответственно, семья, которая нас интересует, она здесь же и находилась. Поэтому ничего удивительного в том, что вот на этой территории и Калаврии, на этой территории, существует вот такая вот традиция этой, криминальная традиция под названием Камора, ну она же Драмита, то есть она отличается безусловно, но происхождение у них одно и то же. В этом никакого удивления тоже, как бы, нет. Далее, что нам известно? Что нам известно про Ндрамиту? Есть ячейка, то есть вот любая структура, которая в Ндрамите, она начинается с некой Ндрины, называется Ндрина. И вот эта Ндрина, она может распространяться как на территории Италии, так и на территории Европы, США, в любом направлении она может примечаться. Ну они могут расселяться куда угодно, а по сути это семья? Это семья, да. Именно семья, то есть все родственники. Это обязательное требование, то есть кровные узы внутри этой Ндрины это является обязательным параллелем. Да, Драмита вообще построена на кровных узах, то есть это только родственники. И с этим большие проблемы, потому что… Они не хотят давать показания на друг друга. Далее, вот то, что мы сейчас говорим, это не исследование института, я имею в виду вот этот Ндрины Дрангета, то есть существуют конкретные исследователи, которые написали много разных книг. Ну да, мы можем в обложке повыкладывать, чтобы по-своему купили или где-то нашли эти книги. Прочитались вам нужно. Вы можете вспомнить, что они там не на русском языке, но мы, извините, тоже их читали, наверное, странно. Одну из этих книг мы особо рекомендуем – Николетта Сиренада. Человек изучал более 30 лет Ндрангету, много чего собрал, узнал, это исследовательская работа. Обратите на нее внимание. Ряд вещей, которые мы будем на доске в нее вырисовывать, мы опираемся в том числе на результаты этого исследования. То есть, с чего мы начали? КАС – представитель криминальной традиции итальянской. Это человек, который руководил структурой, сильной и организованной, которая могла противодействовать на территории США даже таким структурам, как боксерские ассоциации международные, которые зарабатывали очень большие деньги. Сферы интересов – мы можем точно выделить две сферы интересов. Это бокс – это большие деньги. Всегда большие деньги. И это разрешение споров. Есть просто примеры, как КАС это делал. Все пишут об этом, но никто не обращает внимание на то, почему он мог это сделать. Да. Вот. И мы природу вот этой организации сейчас, мы вам показываем, откуда она могла возникнуть вообще на территории США. А могла она возникнуть исключительно вот как раз, видите, с Апулей, где существуют эндрангеты, которые имеют механизм горизонтального сопостроения, поэтому она перемещается в любую точку мира, в том числе в США. И вы помните, КАС переезжал всей семьей, то есть Дамиана Дамата переезжал всей семьей с детьми, с женой, да. Они там жили не одни. То есть из Апулии переезжали целые группы семей в США. Там не одна… Дамата достаточно распространенная фамилия стала в начале 19 века. И, соответственно, вспоминайте то, что Григорий Викторович рассказывал про братьев. Вот кем были братья КАС. Достаточно решительные, мужественные, крепкие, сильные люди, которые могли полицейского остановить, обезоружить, достать у него палку, дать ему щелбаном этой палкой. Да, в результате, к сожалению, одного из братьев застрелили в ходе. Но вот этот сам поступок, само посетительное событие, оно показывает, что это люди крайне решительные, способные и крайне криминальные. Потому что… Добробрядачный человек не станет полицейского обезоруживать, еще тем более отдавать его позади с этой палкой. Это полное отрицание. Да. И презрение к власти. Любой. Назовем это условно сладьбу на разину. Теперь давайте посмотрим на эту структуру еще с одной стороны. То есть у любой структуры есть символизм. У Ндрангиды тоже есть свой символизм. Символизмом Ндрангиды является некие древо науки, древо познания. Я сейчас зацитирую Николету Серенату для того, чтобы у вас верник образ и понимание того, что есть что и почему эти люди соответствуют этим объектам. Стебель, то есть есть древо. Стебель – это капа общества. Ответвления – это те, кто заведовали финансами и обычной мастерой. Ветками были комаристы по крови. Ветки помельче – это грибальдицы и фехтовальщики. Цветки – это молодые люди чести. Листья представляют стукачей и предателей Ндрангиды, которые в конечном итоге гнили у подножья древа науки. Не говорят на Серената? Берите, смотрите. То есть мы имеем геометрию дерева. Это мы говорим про символизм сейчас. Ничто из ничего не возникает. Давайте посмотрим на вот этот Апулийский регион. И мы увидим, что вот сие является гербом Апулии. Я поближе подскажу, потом мы выложим это все в код эфир. То есть, как видите, герба Апулии – это дерево определенное. Здесь есть крона, здесь есть ветки, здесь есть ствол. Это символ дуба некого. И он характерен конкретно для Апулии. То есть, мы, видите, будем рассматривать это явление с разных точек зрения. И символизм, вы помните, архетипологический анализ показал определенные вещи. И Апулия, та самая, о которой мы сейчас говорим, она является родиной этого самого неаполитанского фехтования. То есть, если мы говорим про криминал, то это андрангит. Если мы говорим про то, что они использовали, скажем так, на этой территории, то это неаполитанское фехтование. При этом мы знаем еще из исследований, что геометрией самой организации является университет. То есть, истоком является университет. Вот так говорили. Но университет, вы понимаете, не государство. То есть, университет, который дает те вещи, которые помогают решать задачи. Понятно, что это практическая, прикладная наука. Да. Жизнь. И так как мы говорим о определенном периоде, а нас интересует период 19-20 века, то последнее упоминание о неаполитанском фехтовании, которое было наукой, которую использовали для того, чтобы и жить, и обеспечивать себя, и защищать, и захватывать новые территории, было неаполитанское фехтование. Как вы помните, последняя книга была написана Пласко Флорио в 1844 году. А это всего лишь за 17 лет до того, как возникла Италия. Вот в том виде, в котором мы сейчас ее знаем. То есть, Италия стала единой, скажем так, в 1861 году. И ни для кого не является секретом, что государство стремится всю силу и мощь держать в своих руках. То есть, сила должна быть подконтрольна государству. Все, что не подконтрольна государству, становится криминалом. Ну, то есть, называется криминалом. Государство его делает криминалом. То есть, даже если на территории была сильная школа неаполитанского фехтования, которая, вы помните, древо неаполитанского фехтования, восстановленное в результате исследований Игоря Викторовича, мы в древе неаполитанского фехтования прямо видим, что оно передавалось не только в каких-то школах и через мою страну, но и внутри семьи. Внутри семьи. То есть, там есть целая ветка. Одна в каждой ветке есть по системе, которая внутри семьи. Совершенно верно. Внутри семьи. То есть, передача знаний внутри семьи происходила. То есть, человек не преподавал никому, кроме сократств и не хотел преподавать. То есть, неудивительно, что в момент, когда возникло вот это государство, то все, что было сильное и не было под контролем этому государству, оно было вынуждено уйти в тень. Что оно использовало? То же самое, что оно использовало до возникновения этого государства. До 1861 года. Таким образом, их навыки стали якобы криминальными. Хотя это очень условно просто... Ну, ну, нет. Просто пришла другая власть. Просто пришла другая власть. Не более того. Поэтому, к чему мы сейчас можем прийти? К тому, что у нас существует абсолютно понятный исток самой криминальной организации. Нам понятно, как она устроена и откуда она могла взяться. Есть основания все, и исторические, и криминалистические, и журналистские полагать, что она именно из Апулии. Все как бы здесь понятно. Понятна связь с неопольтанским фехтованием. Почему? Ну вот, мы объясняем почему. То есть, это как раз те навыки, которые обеспечивают жизнедеятельность организации на территории. И на данный момент, на данный момент, вы же будете, ну, хотеть получить, ну, уже полностью завернутого, так сказать, мишку в полной упаковке, чтобы там бантики были. То есть, вам же наука, она далека, но для многих. Непонятно, не для тех, кто занимается Игорем Викторовичем, не для последователей венецианской школы, а для обычных людей. Поэтому, несколько штрихов вам не хватает. И мы будем, как бы, искать возможность, чтобы это было упаковано полностью. Какие штрихов? Да очень просто. То есть, если неопольтанское фехтование передавалось внутри семей, В том числе. В том числе. Внутри семей, да. То было бы, конечно, фантастически, чтобы мы еще показали, еще с одной стороны доказательство, да, что у семейства Дамата, либо по матери, либо по отцу, было определенное отношение, прямое отношение к вот этим закрытым семьям, либо, ну, к тем, кто имел отношение к неопольтанскому эффектованию. То есть, это не основной вектор доказательств. Это просто один из, для того, чтобы было все уже окончательно упаковано. То есть, видите, как бы, изучение психологии, изучение судьбы анализа, Ирина Игерна, каждый день вам показывает, почему, что такое судьба анализа, как бы можно применить в данном случае. Для экспертной оценки. Для экспертной оценки, да. Линия навыков, линия ПОПО отработанная, предрефлекторный блок, уровень, который мы вчера обсуждали с вами, да. То есть, все эти вещи, они, как вы видите, сводятся, как смерч в одну точку. На данный момент вот то, что мы имеем, мы выложили на доску. Безусловно, в Баре мы получим еще больше информации. То есть, на данный момент мы можем говорить о том, что Серджио Патони, он же является посоветом неаполитанского фехтования. Не исключено, что что-то он нам сможет, ну, рассказать об истории неаполитанского фехтования вот этой территории конкретно. Тем более, что он там живет в Баре, а это 20 километров от Тарикта. Да. Госархив нам готов предоставить документы по семейству Даманта. Священники готовы нам дать определенный доступ в церковный архив. То есть, для того, чтобы мы еще с этих векторов могли их заметить. Ну, и говорят, что один из людей, там, не хочет разговаривать на камеру, требует приватной беседы о семье Дамантов, что-то там такое есть. Это священник историта. Да, которое, типа, нас должно поразить, и мы не можем это записывать. Ну, то есть, вы понимали, в сообщении написано так, есть приватная информация, которую мы категорически вам, но не предоставим публично. Может быть, на второй день после встречи мы поговорим об этом. Ну, детально и покажем. Ну, то есть, они не знают нас. Это нормальная ситуация. В Италии, я так понимаю. Особенно на юге Италии. То есть, если я не знаю человека, почему я должен вам выдавать эту информацию. А если, как бы, вы же видите ход исследования. То есть, если папа был еще тем, Дамиана Дамата, то там в истории же могли быть события, связанные с его деятельностью на территории региона, с деятельностью тех людей, которые с ним работали, понятно, что эта информация достаточно приватная. То есть, ссоры за сбы выносить. Ну, да, особенно католические священники. Не думаю, да. Может, на второй день мы приватно могли бы как бы побеседовать. Да. Поэтому, на данный момент это то, что мы можем показать и вот эти вот линии прочертить. За каждым словом, по сути, у нас есть источники как раз. Откуда взято, что взято, часть наших исследований. Просто так на историю Кассо никто не смотрел еще. То есть, вот так комплексно. А личность, она комплексное явление. Да, ну я закончил предварительный анализ техники. То есть, используя трактаты, используя, так сказать, предварительные исследования, проведенные в институте. То есть, там получилось более 56 блоков. И нам придется эти блоки все как бы с вами рассматривать для того, чтобы доказать связь между неаполитанским пиктованием и стилем Кассо как бы томата. То есть, ну, 56 совпадений. Я думаю, более чем достаточно. Я имею в виду технических блоков. То есть, это не просто совпадения. То есть, это абсолютно идентичные технические механизмы. То есть, 56 совпадений – это много. И это, ну, не все. То есть, вы же понимаете, это не все. Потому что я, вот то, что провел исследование, то есть, 56 совпадений – это, я бы сказал так, поверхностный взгляд. Это то, что лежит на самой поверхности. И в чем вам не нужно будет даже убеждаться. То есть, он лежит на поверхности. Вам достаточно положить две книжки коррекционную и сравнивать. Так, 56 совпадений – это много. Будут демонстрации. То есть, вы сможете убеждаться многократно, что все обстоит так и никак иначе. Параллельно Игорь Игоревич выложил уже блоки стоек бокса. Ну, история бокса – это отдельная тема. Да. Больше будем в Палермо разговаривать, чем в Козеле, в Палермо. А в Баре у нас темно-технический блок и семья. И архетипология, и доказательства. То есть, у нас там много работы. Ну и, безусловно, технический блок – самый важный. Ну и, конечно, на симпозиуме я не просто продемонстрирую, а каждый день на симпозиуме элементы этих блоков будут показываться уже в фельдовальном зале. для того, чтобы вы могли и в перчатках боксеровских, и с ножом. То есть, я, извините, простите, хоть и взял с собой и шпагу, и дагу, как говорится. Да, Александр, конечно, я не привез. Да. Ну, я не думаю, что кому-то понравится, если я это буду демонстрировать шпага и дага и дага. Вряд ли это, ну, радость-то вот это ставит, как бы, да. Из тех, на ком демонстрировать, да. То есть, я об этом и думаю, что лучше демонстрировать ножом. Тренировочным, как бы, да. Потому что, ну, это опасная вещь. То есть, можно кого-то серьезно повредить, да. Поэтому я буду лучше демонстрировать ножом тренировочным, и буду демонстрировать в перчатках боксерских. на лапах, и так далее, и тому подобное. Как эти две системы являются абсолютно идентичными. Что еще хочется сказать? Мне присутствовало несколько событий. Сегодня, во-первых, немецкие средства массовой информации полностью поддержали проект. Сегодня американцы поддержали проект. Сейчас выложим ссылки все. То есть, знаете, вот, до Мальцева, вот, представить себе, что в основе, происхождение стиля Каза Дамата является фехтование. Ну, тем не менее, неаполитанское. Просто про фехтование, в принципе, люди сегодня мало что знают. Но для фехтования, неаполитанское фехтование, это плюс-минус одно. То есть, сопротивление людей изначально было огромное. А сейчас все больше и большее количество людей, тренировок из Сицилии, из Испании, из США, они сейчас просят найти возможность Игорь Ильича выйти в скайп и обсудить то, что происходит, вот эти исследования. Потому что еще большее количество людей хочет жить лучше. А вот с этой системой скрывается лучшая жизнь. И не только в боксе. Поэтому мы вынуждены были идти вот это исследование вот таким способом проходить, чтобы пласт за пластом доказывать все аспекты возможные, и научные, и двигательные, и исторические, и, 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 чтобы уже ни у кого не стало никаких сомнений. И в результате те, кто хочет, они бы могли взять это на вооружение и жить по-другому. Да. То есть, думал, что завтра вас ждет очень интересный эфир утренний о генуэзском стиле фехтования, тот стиль, который породил сицилийское фехтование. То есть, как бы, в 14 веке, во время Сицилийской вечери, генуэзцы-венецианцы снабдили сицилийцев оружием и навыками, которые впоследствии были применены против французов и убиты были все французы. В этот момент возникла сицилийско-полярмская, тогда полярмитанский стиль фехтования, который впоследствии был доработан уже в ходе пришествия Карла Пятого, его рыцарей, в том числе рыцарей религиозных орденов, его немцев, которые пришли с ним на Сицилию. И, безусловно, мы имеем сегодня этот секретный стиль, который сегодня является засекреченным, закрытым стилем полярмитанский. Я первый человек, который в мире его показал, какой этот стиль засекречен полярмитанский. Теперь я вам буду показывать исчезнувший, когда-то и воскресший, как птица Феникс, вновь стиль неаполитанского вектования, который является родным братом полярмитанского вектования. Это одна и та же система, которая прошла война. То есть, если, так сказать, неаполитанский стиль считается криминальным, то неаполитанский считается военным стилем. Но они два родных брата, и поэтому, в общем-то, отличия есть, но специалист может отличить, а неспециалист отличить не сможет. С виду, думаю, что у вас будут проблемы, чтобы отличить одну систему от другой. На самом деле, еще раз повторяю, это просто та система, прошедшая войны испанские. Прошедшая конкисту, прошедшая весь мир. Прошедшая весь мир, не потерпевшая ни одного поражения. Неаполитанское фехтование – самое сильное фехтование в мире. То есть, это, я бы сказал так, вот эта система, очищенная войной. От этих глупостей. И, как бы, она имеет другую структуру в основании архетипологическую, вместо той системы, которая у Поляновского фехтования, у нее логическая система, а не архетипологическая. Поэтому там мы имеем дело с одной системой, а здесь мы имеем дело с другой системой. Технический арсенал один и тот же. А вот механизмы несколько, как бы, другие. Поэтому, еще раз повторяю, внешне вы можете даже эти вещи не отличить между собой. Должен быть специалистом. И то, мне сложно будет сказать даже, потому что не у кого посмотреть. Да, но сегодня люди, которые занимаются неаполитанским стилем испанского фехтования, их просто нет. Вот я, как бы, в общем-то, наверное, единственный человек, который, так сказать, уделяет этому внимание. Но, опять же, это вот из неизвестных. Нас сейчас ждут несколько представителей. Да, люди, как бы, мастера, маэстро и так далее. Но они не преподают. То есть, они публично об этом не говорят. Да, эти люди, как бы, не преподают, но они, как бы, являются последователями. Люди и полярмского стиля, и неаполитанского стиля. Вот один из них, вот, как раз, с тем, с кем связывался Константин Владимирович, которые там использовали мои позиции, как бы, на юге Италии. Да. Да, он, как бы, в общем-то, потомственный. То есть, как раз закрытая школа, закрытая в семье. Вот. Разыскать его было, еще раз повторяю, непросто, этого человека. Но, так сказать, используя фиталлическую церковь, как бы, используя другие круги, менее известные, как бы, скажем так, используя определенные наши позиции в Италии, как бы, профессорско-преподавательский состав университетов, людей, которые, как бы, участвовали, вот, в общем-то, в исследованиях по этих регионах, как бы, не имели позиции, там, в этих регионах. Сочетая эти методы между собой, этих людей между собой, мы, все-таки, вот, несколько человек, три, как бы, человека нашли. Ну, как бы, за эти годы, вот, с момента приезда Олега Викторовича, да, в Италию, при начале исследований, то есть, у тех людей, которые там проживают, у них нет сомнений в том, что у Мальцев это не… То есть, во-первых, есть понимание, что он ученый. Очень-очень серьезного особого рода, да. И четко понимает, что это не человек, который ищет сенсации и будет говорить то, что не нужно говорить, показывает то, что не нужно говорить. То есть, репутация Мальцева, она не вызывает никаких сомнений, да. То есть, это… О, пульонок, да? Да. Ну, вы же прекрасно понимаете, да? Со мной бы не стали говорить на эти темы, если бы я начал… То есть, по сути своей, я говорю ровно столько, сколько сказать можно. И не говорю тех вещей, которые сказать как бы нельзя. Ну, особенно в видеокамерах, да. То есть, поэтому уже проверено, да. То есть, за эти годы, что… То, что я знаю, я не говорю. Да. То есть, если бы можно было бы говорить то, что я знаю, я бы много о чем мог рассказать. Лекции бы шли неделями, да. То есть, ну, к сожалению, некоторые вещи я, как бы, озвучить слух, как бы, не могу. В силу, как-то, определенных обстоятельств, да. Поэтому… А вот неаполитанское фиктование – это, как бы, вот, плод моего личного исследования, плод моего личной работы, как бы, плод моего личного изыскания. И, пожалуйста, подождите немножко, мы останемся, как бы, понятно. И в этом году, и в следующем году. Потому что тема нашего следующего года, что касается воинской системы, это неаполитанское фиктование, оно будет длиться целый год. И тема, мы будем изучать, составлять все равно, в результате у нас, как бы, что-то из этого всего интересное получится. Ну, в таком случае, мы прощаемся до завтра. Крепкого сна всем. Нам еще есть чем заниматься. Потому что сейчас была такая гипотез озвучена, что спать сейчас не хочется уж точно. Но мы, потому что будем играть завтра, не постанов, когда Олег Ильич посчитает.